Патриотизм Вот вы упомянули людей из цеха, которые относятся к таким понятиям, как патриотизм, неоднозначно, не так, как во всем мире. Я вот буквально недавно в фейсбуке видел запись своего коллеги, у него была такая напись, что патриотизм это разновидность вируса и разновидность агрессии. Причем даже непонятно, к чему это относилось. Вот ваш комментарий. Сейчас очень много говорят про патриотизм. Его надо воспитывать? Мы умеем это делать или у нас это не получается? Вы знаете, я ничуть не против отказаться от патриотизма, если это сделает весь мир. Если не будет понятия патриотизма в Америке, в Германии, Британии, Израиле, во всех развитых странах, они скажут, все, мы полнейшие космополиты, мы не патриоты своей страны, мы не отстаиваем ее интересы. Тогда почему бы и нет? Будем все патриотами планеты Земля и рода человеческого. Но почему-то происходит так, что американский патриотизм, когда каждый день вывешивается флажок на лужайке возле дома, это нормально, а когда у нас человек вывешивает флажок на машину или у окна, это ужасно, это страшно, это плохо. А почему так? Ну, вы знаете, это на самом деле предмет долгого и тяжелого исследования, в ходе которого нам придется вспоминать то, что говорили про русский либерализм и демократию, интеллигенцию Достоевский, Ленин, прочие писатели, политические деятели, мыслители. Я бы сказал так, это определенная, к сожалению, болезнь, которой страдает очень большая часть нашей действительно интеллигенции и наших либерально-демократических, носителей либерально-демократических идей. Это очень печально, потому что и либерализм, и демократия сами по себе это прекрасные вещи, но когда они ориентируются только в одну сторону, то они превращаются, в общем-то, в разрушительную силу. Вот у нас, к сожалению, они ориентированы так, что в основном работают против страны.